Фестиваль молодых музыкантов в Оренбурге проводится в 33-й раз. Изначально соревнование задумывалось как внутриучилищное мероприятие. Сегодня это открытый региональный конкурс, в котором участвуют более 300 ребят из творческих учебных заведений нашей области. Рассказывает Сергей Войдаковский. Мы находимся в святая святых Оренбургского института искусств в концертном зале. Здесь открываются таланты, здесь зажигаются звезды. И сейчас на этой сцене начнется самое настоящее творческое соревнование. Любой музыкант перед выходом на сцену испытывает огромное волнение. Правда, никто не демонстрирует своих эмоций, поэтому и атмосфера спокойствия только кажущаяся. Хотя у всех по-разному. Чем чаще ты на сцене, тем более проще ты к ней относишься. Будто идешь просто к себе домой. Без мандража как-то, без хандры, а наоборот так воодушевленно, именно с радостью выходил. Первыми в творческое состязание вступают деревянно-духовые инструменты. Флейты и габои, кларнеты и фаготы. Своё определение как деревянные они получили очень давно, когда изготавливались из этого материала. Теперь в основном из металла. Конкурсная программа сложна и по объему, и по техническим требованиям. Юные музыканты должны сыграть концерт и виртуозную пьесу. Каждая фраза настолько продумана и прочувствована, что выступления ребят вызывают массу положительных эмоций. Медные духовые инструменты – это особая группа. Ведь играть на них могут только люди физически крепкие. Да и занятия ограничиваются двумя-тремя часами в день. Попробуй успей довести технику до совершенства. Ударные – ритмическая основа любого оркестра. Они и темп держат, и огня в музыку добавляют. Но могут выступать и сольно. Маримба и вибрафон – инструменты заморские, но на российских конкурсах уже имеют постоянную прописку. Внешне они очень похожи, вот только звук имеют разный. Необычный у вибрафона. Открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые музыканты Оренбуржия» – это и стартовая площадка для начинающих музыкантов, и серьезная методическая школа для педагогов. Возможность определиться преподавателем, скажем так, в системе музыкальных координат. Где мы сейчас находимся? Что мы сейчас играем? На каких инструментах сейчас играем? Вот. И кто? Какой уровень сейчас исполнительский? В традициях творческого соревнования – проведение мастер-классов. Секретами с участниками конкурса делится председатель жюри, заслуженный артист России, профессор Гнесинской академии музыки, солист Большого театра Вячеслав Прокопов. Что значит играть своим звуком? Каждый трубач должен знать, насколько я громко умею играть. То есть, насколько природа мне позволяет это делать. Вот давай сейчас мыясним в сторону форта. Какое у нас форта? И что такое форта для тебя? Кстати, Вячеслав Михайлович – выпускник нашего Оренбургского музыкального училища. И всегда с благодарностью вспоминает годы учебы в этих стенах. Тем, кем я стал, это все благодаря тому, что я обучался в нашем Оренбургском музыкальном училище. Потому что, когда я приехал после четвертого курса поступать в Гнесинский институт, то я поступил сразу в Большой театр. Это говорит о том, что здесь преподавали преподаватели, которые знали свое дело. Они меня подготовили так, что я мог конкурировать со столичными музыкантами. Конкурс завершен и наступает момент объявления результатов. Среди ребят из музыкальных школ первыми стали Светлана Балыкина из Орска, Лиза Ежова, Лев Попов и Анна Смекалова из Оренбурга. А среди учащихся колледжей лидируют арчанка Анастасия Полумогина, Вячеслав Мединцев и Александра Рыбкина из Базулука, Артем Питайкин и Сергей Неквишин из Оренбурга. Аплодисменты.